Считанные дни остались до долгожданного Нового года. Занятия в школах заканчиваются, начинаются зимние каникулы. Однако, несмотря на это, в гимназии номер 4 шумно и весело. Впрочем, чему удивляться Новый год на носу? А потому школьный конкурс «Елка, елка, елочка» в тему. Однако, условия творческого состязания были не самые простые. Так как 2013 год ознаменовался Годом бережливости, то поделки необходимо было сконструировать из любых подручных материалов. Идея провести такой вот конкурс, конкурс елочек новогодних, у нас появилась в прошлом учебном году, когда мы готовились к новогодним праздникам. Возникла идея, что хотелось бы как-то разнообразить украшения гимназии. И было принято решение провести на этот уже год конкурс «Елка, елка, елочка». Но ввиду того, что 2013 год объявлен президентом Республики Беларусь Годом бережливости, решено было, что материалом для изготовления елок станет любой подручный материал. Новый год. Повод начать творить и экспериментировать. Новогодняя елочка – это очень важно для каждого Нового года. В этот праздник мы решили, что елочку мы сделаем своими руками. Так как у нас год бережливости, мы решили, что не потратим на ее изготовление ни одной копеечки. Все нашлось дома под рукой. То, что есть в каждом доме. Пуговички, бусинки. Экспозиция конкурсных елочек получилась необычная и большая. Поучаствовать вызвалось огромное количество ребят. Елочки из макарон и пряжи, картона и перьев не могут остаться незамеченными. Кроме того, так как гимназия активно сотрудничает со школами, интернатами и детскими домами, то в коллекции появились и еще одни необычные экземпляры. Хендмейд-елочка из Телеханской школы-интерната, привезенной гимназистами после праздничного концерта, занимает в экспозиции особое место. Она может считаться одной из лучших. Все как-то настолько обращалось к детям, к душе, что просто было приятно со стороны находиться. И мы, я так думаю, что мы очень хороший вклад несли. Я немножко пару слов сказал, как-то похвалил детей, рассказал немножко о нашей гимназии. И поэтому, я так думаю, что эта акция именно удалась. И они нам за это подарили елочку. Просто я рассказал много очень о гимназии, у них как-то появился интерес к музыке. Вот интерес, может быть, к нашей гимназии, может быть, когда-нибудь где-то кто-то подъедет сюда в Брест. Это наша елочка. Вот мы, и нам для этого понадобилась бутылка пластмассовая, потом мишура и фантики от конфет. Мы ее сделали очень легко. Сначала мы взяли бутылку, обмазали ее клеем и обмотали мишурой. Потом из фантиков мы сделали бантики и такие бумбончики. Мы очень надеемся, что нам елочка победит. Определить победителей еще предстоит администрации гимназии. А пока необычные елочки украшают фойе учебного заведения. Сюда полюбоваться необычными красочными деревьями, спешат со всего района. Особое внимание елочкам уделяют дети, которые с удовольствием разглядывают их. Администрация гимназии уверена, что в следующем году конкурс пройдет также массово и интересно. И соберет еще большее количество участников. Продолжение следует...